Приветствую вас! С вами Сергей Корнилов. И вы смотрите видео из плейлиста на этом видеоканале под названием «Звездный календарь» от Беатрии Сцейзель и Анника Гришко. Приглашаю вас ознакомиться и с другими плейлистами на этом канале. 25 ноября 2016 года. Будапешт. Открытие Тантрического моста. Мы хотели бы сообщить вам, что следующие несколько дней будут наполнены небесными посланиями двух непростых, но актуальных для этого периода звездных созвездий, так называемой женской линии звездной расы змей, а именно змей-носитель, змееносец и созвездие змея, Сёртвес. Тайны, скрытые в пространствах этих созвездий, превратятся в эти дни в небесные послания. Тогда как звезды в составе этих двух созвездий друг за другом войдут в соединение с нашим Солнцем. Начнется этот небесный звездный танец соединения звезды гаммы-змееносца, Ед-Приер и Солнца между 23 и 27 ноября, с последующим выравниванием звезды Марфик и Солнца между 26 и 30 ноября, к которому присоединится звезда Хан 30 ноября и по 4 декабря, а затем Сабик с 9 по 13 декабря, и, наконец, Сель-Байрай, с 15 по 19 декабря. Согласно сообщению небесной богини, искусство удовольствия связано с этим созвездием. Открываются врата удовольствия и знания секретов тантрических тайн с искусством прикосновения. Вся тайна тантрического наслаждения содержит в себе мистическое объединение двоих, всех полярных и двойных антидотов, так что в конце концов все они снова должны стать единым целым, единым друг с другом, через друг, существом, источником творения. Так самка змеи помнит своего партнера-самца, и даже сквозь простирающиеся на невероятные расстояния космическое небо она стремится достичь врат просветления и искупления, объединяя эти два качества воедино. Нам уже известно, что в небесной реальности звездная раса змей, космическая любовь звездной пары Софии и Мельхиседека являет собой пример самой красивой и безусловной любви, которая работает внутри каждого, кто носит эти звездные коды по женской или мужской линии. Это очень мудрое качество женщины-змеи и богини, в котором связь тела и душа рождается из совершенного личного опыта, в экстазе удовольствия, и где отдельные частицы объединяются снова, через врата сердца растворяясь друг в друге и безусловность. Другим относящимся сюда знанием является то, что удовольствие не что иное, как радость вспоминания света, и при достижении тантрического экстаза происходит следующее. Пара, объединяя свой опыт, омывает все свои клетки, сердца и души радостным чувством вспоминания того, что есть свет. И так они достигают царства света. Таким образом, сакральное знание, что связано с этой тайной, может пробудиться в течение следующего периода в тех, кто прошел когда-то инициацию. И к тому же, воспоминания, связанных с этим ранах и каких-то притеснениях, могут выйти на поверхность, потому что момент исцеления только что наступил в этом году. Поэтому полезно будет каждому, кто связан с посланиями этого звездного мира и их сакральных ритуалов, воспользоваться этой возможностью и сознательно попросить исцеления. Вы можете прочитать подробнее учение об этом в нашей книге «Звездные расы и духовные семьи», том 1, страница 425 по 430, на английском языке. С любовью, доктор Беатрис Цейзин и Аника Гришко.